А есть что ответить? Вот мы начали, вопрос был с Игоря Зернова, он задел вас как личность. Есть ли вам что-то сказать на это? Ну, с Игорем это тоже интересно. Я тоже его послушал, Игорем. Ну, что могу сказать? Зря, конечно, Игорь, ты затронул эту тему. Вот кому-кому тебе бы, наверное, надо было помолчать. Вот. То, что он меня затронул, ну, все его слова основаны только на слухах, да, он как бабка старая сидит, слухи собирает, потом так же их распространяет, да, эти слухи. Вот. Все необоснованно, да, то, что я там деньги где-то брал или не брал, там, так далее, да, все. Ну, он затронул именно городскую еще федерацию, да, насколько я помню, то, что он работал в спортшколе. В эту же спортшколу я же его устроил тренером. То есть, когда избиралась городская федерация, так же было собрание, так же избирался президент, тренера, там, секретари, там, и так далее, именно городской федерации, да. Это было 2007, по-моему, 2006 год. А, стоп, нет, 2006, да, это был 2006 год. И тогда вот избрали как раз Игоря старшим тренером города Алматы, да. Ну, и как-то надо было работать. Вот. И в спортшколу тренером я его туда, как бы, устроил. Вот. Пообещали там ставку сначала, там, и так далее. То есть, я, опять же, пробивал эти все моменты, да, в спортшколах и так далее. Вот. И Каир Масагучич помогал, да, этим самым, да, чтобы городскую федерацию тоже хотя бы хоть немножко финансировали. Вот. Устроили его туда тренером. И, что думай, не надо. Постоянно мне звонили, постоянно были жалобы, да, что он не приходит, он там отчеты не сдает, там, тролливали и все такое, да. А на тот момент некого было туда поставить еще тренером. Почему? Потому что на эту должность нужен был человек с высшим образованием. То есть, с высшим физкультурным образованием. Что очень мало, да, у нас именно с физкультурным образованием. А те, кто имеют физкультурное образование и просто не хотят этим заниматься, вот. Тогда пришлось мне туда войти, в эту школу, чтобы хотя бы что как-то, как-то городскую федерацию немножко поднимать, да. А для этого надо было, чтобы работать, нужно было не только в школе работать, еще в управление ездить, да. Заходить во все кабинеты, да, добиваться финансирования, там, и так далее, да. То есть, не просто так, да, что вот федерация есть, а вот выделили деньги и все, ничего подобного. Это надо ходить, это надо просить, это надо выбивать, да. Вот. Его ставку разделили пополам. То есть, была одна ставка, мне пообещали еще одну ставку, да. Да, вот. Но это не сразу она дается, да, потому что это опять через управление спорта, там, туда-сюда, это время надо. Я ему сказал, сейчас пока временно, полставки будешь получать, полставки и я, но я займусь всей работой. Может, вообще там не появляться, я буду все отчеты делать, фиг с тобой, да. А он занимался тогда, он выступал. Ну, я как к спортсмену нормально к нему отнесся. А что Игорь тогда как-то психанул? Нет, даже скажу, не психанул. Он обиделся, как девочка. Ни слова, ни по слову не сказал, даже нормально дверью не хлопнул. Просто ушел, исчез и все. Тогда мне пришлось одному все это поднимать. Ну, а через месяц-полтора как раз еще вторую ставку дали. Я опять начал искать человека, кого бы, чтобы ставка не пропала. Ну, пришлось сына своего устроить, чтобы хотя бы удержалась эта ставка, потом думал, кого-то найду. И ладно. Вот. Вот то, что он ляпнул в вашей передаче, да, здесь, не понимая того, как это все вообще происходит. Допустим, выделяется финансирование этой городской федерации. Какая-то сумма. Она выделяется только на проведение соревнований именно в городе Алма-Ате. Если эти соревнования проводятся где-то, то эти деньги не уходят. Только в Алма-Ате, да, если ты проводишь соревнования, выделяются на медали, баннер, ну и призы. Причем, медали изготавливает управление. Один раз я их взял, эти медали. Ну, может быть, вы их тоже видели, эти медали, да, там, герб Алма-Аты, единичка с другой стороны и медалька, там, легче бумажки, да, там, вот. Вот, на баннер, если выделяли деньги, то ты должен был его снять, потом этот баннер, который вот сзади стоит спортсменам, да, и сдать им этот баннер. И призы, они сами уже покупали призы, у них там на складе это все было. Ты приходишь, получаешь и раздаешь их все, все. Вот, ну а какие призы, можно догадываться, да, там, ладно. То есть я это сделал один раз больше, я не брал ничего. Мы заказывали свои медали, искали спонсоров, там, и так далее, да. То есть, вот, как сказать, живых денег на руки не получаешь. И так же в Республиканской Федерации ты живых денег на руки не получаешь. Получаешь только, когда ты выезжаешь на международные соревнования. Это суточные спортсменам. Тебе, да, ложат на карточку, ты их в доллары там переводишь по приезду туда, ты начинаешь всем раздавать, все. А больше как такового, ты на руках этих денег вообще не видишь, они куда-то уходят. Допустим, заказываешь медали, ты говоришь, счет или куда, сколько денег надо перевезти туда этой конторе, да. Заказываешь билеты в какой-то авиакомпании, да, опять же, введешь в Душинка, говоришь, счет этой авиакомпании, они туда же это все переводят. Понимаете? То есть, вот таким вот образом. Так что, вот, все, что было сказано Игорем, это все, как бы, все его фантазии, да, как бы, вот. Почему я сказал, что он зря это сказал? Потому что, ну, человек сам, как бы, рыл это в пуху. Ладно, я не буду опускаться до его момента, ладно. Хорошо, пусть это останется при нем, он прекрасно знает, о чем я. Стоп. Давайте поговорим все-таки о создании федерации. Все-таки многие люди говорили, что они создали ее, да. Кто-то сказал, что создал он ее, и вот у людей путаница. Никто не может понять, кто что сделал, каждый говорит, что я, 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 я. Ну, я понимаю, да, каждый пытается на себя что-то натянуть там и так далее, да. Вот у вас был гость Булат Хакимович, да. Вот он как раз тогда сказал, что он создал федерацию, да, именно федерацию Казахстана, да. Я уже сказал, кто создал федерацию Казахстана. Это Игорь Юхт в 87-м году, да, или в 86-м. В 86-м. Первый чемпионат провели, да. Это Юхт ее создал. Вот. Потом она перешла как раз Коржову Сергею Васильевичу. В 93-м году, в 92-м, в 92-м, по-моему, да, году она как раз перешла к Коржову. А этот Булат Хакимович, он появился на горизонте где-то в конце 90-х, начало 2000-х. Вот так вот, где-то он так появился на этом горизонте. И то, ну, не создавал, он помогал. Изначально, да, он помогал. Как-то что-то потом его избрали президентом. Но от него, я не знаю, видел лишь кто-то от него Сережа, но спортсмены ничего не видели. Единственное, что я могу сказать, когда Булат Хакимовича избрали президентом Азиатской Федерации, то очень сильно пожалели тот же Пол Чоа. Почему? Потому что там есть обязательство вносить энную сумму раз в год для популяризации азиатского бодибилдинга, да, как президента, да. Вот. Я полагаю так, что избирав его президентом, он дал свое согласие, но ни копейки не платил. Почему я об этом говорю? Потому что я это знаю, я своими ушами все это слышал. В 2003 год проводили чемпионат Азии у нас в Алмате, вот. И тогда Сережа Коржов с Пол Чоа как раз на эту тему разговаривали. Что человек не очень хороший, что деньги обещал не дает, вот. Надо его как-то, в общем, переизбирать тогда. Сережа сожалел, конечно, об этом, потому что, ну, наш человек с Казахстана, президентом Азиатской Федерации, это очень круто, хорошо, ну, вот так вот. Мало того, тут же Булат Хакимович говорил, что он провел эти соревнования в 2003 году, да. Он не то, что их провел, он уехал в момент, тот момент, когда нужно было готовить соревнования. Он просто уехал отсюда, его не было даже в стране, он приехал только к моменту проведения соревнований. А соревнования проводил Сергей Васильевич, значит, Коржов, и плюс там команда была, которая работала, да, с ними. Вот. Ну, и Матальева тоже не было, кстати, вот, даже в 2003 году. Ладно, сейчас к этому еще вернемся, к Матальеву. Вот. Так что я хочу сказать, что то, что говорил Булат Хакимович, что он создал эту федерацию, он ее не создавал. То есть создавали немножко другие люди, да. И я с уверенностью это могу сказать, потому как я уже говорил, что я у истоков всего этого стоял. Я со всеми лично знаком. И как бы в этой каше я варюсь уже с 91-го года, да. Как вошел в федерацию и в Би-Би, так вот я все. Сколько мы помогали, с Сережей вместе проводили соревнования в этих 90-х годах. Я готовлюсь к соревнованиям даже Давиденко, Попова, Оленко, да, Гуренко, Ольга, там, Кузьмичев. Все мы как спортсмены, мы готовимся к соревнованиям и также ему помогаем проводить соревнования. То есть это вот была какая-то такая сплоченная команда, да. А и Матальева мы рядом тогда не видели. Когда он утверждал, что он 91-го года, правая рука, что-то там Коржова, там и так далее. Вот. Его вообще рядом тогда не было, да, здесь, в Алма-Ате. Насколько я знаю, что и Маталиев в Актау жил, там у него была федерация, он популяризировал этот вид спорта именно в Актау до 2003-го или 2004-го года. Если да, сейчас вот мне дал память. По-моему, он здесь появился только в 2004-м году, именно в Алма-Ате, да, переехав сюда. А до этого он был в Актау и там. Команды возил на соревнования, сам выступал, пару раз выходил, наверное, на сцену он сам, насколько я помню, в начале 90-х вот такое вот все. А чтобы вот такую активную жизнь вести именно в федерации, как он говорил, сказочники, да, самый главный сказочник, который сказки рассказывал. Почему я это говорю? Потому что именно я всегда был рядом, да. И как спортсмен, и как организатор всех этих соревнований и так далее. Одно основной организатор, это Сергей Васильевич был, конечно, много на себя чего брал. Мы чисто вот, каждый из нас брал по чуть-чуть, да, на себя какую-то обязанность, хотя бы хоть немножко, чуть-чуть помочь, да, проведению этих соревнований. Вот все. Так что по 2003-й я сказал уже, что Булат Хакимович туда даже, он даже копейки туда не вложил. Сергей Васильевич Коржев, он сам мне лично говорил, что он пообещал деньги, но он их не дал, там нужно было, а понимаете, 2003 год, полтора миллиона что ли надо было, что-то такое в этом роде. А полтора миллиона 2000 год, это очень большая сумма. Сережа у кого-то занял эти деньги и потом сам их отдавал. Он мне сам лично это говорил, озвучивал. Понимаете, о своим ушах я верю. Вот. И про Аматалиева еще, сейчас я вспомнил, что он тут же на вашей передаче говорил, что он проводил чемпионат Азии. И женский чемпионат Азии мы проводили, это был какой год, сейчас я вам скажу, какой это был год. 98-й, да? 98-й год, да, мы действительно проводили чемпионат Азии женский. А раньше эти азиатские чемпионаты раздельно проводили, женщин и мужчин. Потому что, ну, нельзя было вместе, да, отдельно чемпионат Азии женский, отдельно чемпионат Азии мужской. Поэтому вот чемпионат Азии тогда в 98-м как раз Сережа на себя взял здесь проводить. Вот. Опять же скажу, что та же команда, тот же состав Сереже помогал проведению вот этих соревнований. И Маталиева я рядом там, рядом с нами, и Маталиева я не видел, да. Я сам не участвовал в женском чемпионате, конечно, поэтому я немножко, чуть больше уже помогал ему во всем, да. Вот. Теперь сейчас вернемся немножечко назад. Чемпионат 92-й год, как господин Маталиев, да, сейчас к нему обращаюсь, утверждал, что он правая рука Коржова. Ну, как-то забыл упомянуть о значимом событии Федерации 92-го года, когда провели чемпионат Республики во Дворце Республики. Ну, это он говорил, что он помогал, он, то есть, я тогда был, в 91-м году я первый раз вышел на подиум. Почему говорю подиум? Мы на подиуме раньше выступали, если помните, да, моменты такие. Вот на фотографиях у меня есть, то есть, была сцена, на сцене стоял подиум, и мы тогда всегда говорили на подиуме, сейчас говорят, что вот на сцену выходят, да, а мы на подиуме. Ладно, вот, я тогда 2002-й год взял маленький, как бы, промежуток отдыха, чтобы подготовиться на чемпионат Азии в 93-му году. Первый выезд был там и так далее, да, Сережа дал мне каникулы какие-то, и я был судьей на этих соревнованиях, судьей по музыке, да, музыкальное оформление вот этого все. Я как раз за аппаратурой там сидел и так далее, все. Опять же, Талапа я там не видел, его вообще близко там не было, как он проводил эти соревнования, не знаю. Но, и раз он проводил эти соревнования, почему он не упомянул об этом моменте, вот тогда был переломный момент тоже в федерации, да. Был президентом федерации, председатель спорткомитета, что очень значимо было. Турысов, по-моему, его что ли фамилия была, что-то такое, я сейчас могу что-то напутать. Нет, это главный тренер как раз вот был Мансур Искаков, да, а спортсмены были им недовольны, именно Мансуром. Нет, человек он хороший, но вот этот момент его не очень красил, да, то, что он спортсменов всех заставлял писать его тренером. Просто насильно заставлял, да. И тут все взорвались, ну как, потому что у каждого спортсмена есть свой тренер, да, и тем самым немножечко как вот подшатнулось. И тогда именно во дворце республики собрали собрания. Народищу было просто немерено. И с того момента, сколько я помню, вот таких собраний больших больше не было. Вот. И тогда переизбрали как раз Мансура и назначили Сергея Васильевича. И вот с того момента, с 92-го года Сергей Васильевич и потащил всю федерацию. Вот. Он взял все на себя. Этот президент, он самоотвод взял, ушел, потому что это друг был Мансура, да, Искакова. И он за счет того, что того переизбрали, он сам ушел. И Сережа, он один тащил федерацию. Один. Он был секретарь, он был тренер, он был президент, он был все. Он был папой нашим, да. Вот. Когда открыли магазин «Флекс», ну тут я промолчу, тут я не знаю, как на самом деле был открыт, создан там этот магазин, да. Ну, насколько я видел, я знаю, что Сережа один все это делал, ладно. В каком плане, Сережа вообще молодец, он всех спортсменов, он никого не обижал. Он всем давал питание со своего магазина. Всем давал. Ну, ведущим спортсменам, да. Мы, собственно, питались вот этим первым протеином, который зашел к нам сюда. Его вообще не было. Сережа первый привез. Вот это все мы первое пробовали, вот это вот. Вот всем он. Ну, несколько человек нас было, да. Это Чапурнова, Давиденко, я и Масюк. Вот, четырех человек, он первых, кого он начал кормить, да. Вот в этом плане молодец, да. И очень большой, мы все понимаем, да, что вот это дополнительное питание, оно очень дает хороший результат, да. И тогда мы все на себе почувствовали работу вот этого вот питания, да. Ну, как бы рекламой были, что ли, для его магазина или что. Ну, как-то вот в таком плане, вот. Вот. Что еще о создании? Федерации. Ну, как бы, наверное, все. Вот это вот, да, как бы так немножечко поверхностно, вкратце. Ну, вы сказали, что у вас еще, я вам вижу, у вас подготовленный материал по Айматалиеву. Давайте. Ну, хорошо, давайте. Раз передача называется, как она есть, прослушав его выступление в вашей программе, Ну, честно сказать, ржал, как младенец. Я угорал буквально над всем, да. Начиная, то, что он рассказывал про историю, как окунулся он в барельефы, греческие, братья по железу. Родной мой, господин Айматалиев, железа тогда вообще не было. А что касается Аполлона и Геракла, это вымышленные, как бы, герои, да. Да, это в то время были пропорции человека, да. То есть надо было кого-то выбрать, они вот сделали скульптуры, да, и это вот были определенные пропорции человека. А пропорции тогда определялись по росту и по вытянутым рукам. Помните, вот есть такая-то схема, да, человека, которого сейчас я не могу вспомнить, неважно. Это вот и было определение пропорции человека. Ни вес, ни объемы какие-то, ничего, да, вот. Вот, ну, ладно, хорошо. Это первое, закончили. То, что в 91-м году он начал проводить соревнования, помогал Коржову и так далее. Ну, я уже сказал, да, что на горизонте здесь, в Алма-Ате, его увидели только где-то в 2004-м году. Может, в 2003-м, 2004-м он только здесь появился. Кстати, господин Аматылиев, если вы заглядываете в свой Инстаграм и читаете свою историю, то вы почитаете, что в своей истории вы написали, что вы развивали бодибилдинг в Актау. И там даже год указан. А здесь на передаче вы сказали совершенно другое, да, обратное. Ладно, это один момент, да. Далее, в 98-м году чемпионат Азии, я уже сказал, да, что тоже и Маталиева там не было, так как правая рука. Ладно. Еще что он затронул, то, что когда переизбрали их, вот он на тот момент был главным тренером, да, это был 2008-й год, да, у нас было собрание, то, что переизбирали, их всех переизбрали, вот. Но еще один год, до конца 2009-го, он также работал в ДШНК. Я весь этот год, 2008-й год и 2009-й, да, там, бегал в ДШНК, ездил в Астану, министерство, и всем доказывал, что, ребята, что вот на собрании, вот протокол собрания, теперь я главный тренер, почему он здесь у вас числится, плюс, он уже не является, как бы, членом федерации ФББ, у него уже другая федерация, там, вот, ну, вот это вот, W, и он возил спортсменов за государственный счет, уже ту федерацию, то есть не аккредитованную, не признанную национальным олимпийским комитетом, весь год он обеспечивал, то есть, ну, по сути сказать, нашими деньгами, да. И год не мог я его оттуда выпнуть. Когда я пошел уже на прием к министру, и со всеми бумагами ознакомил, тогда вызвали директора ДШНК и спросили, что происходит. Он просто пожал плечами, видимо, и Маталеев и там немножко его обманывал, вот, то, что уже в другую федерацию уходят деньги. Ну, и тогда вот уже, как бы, не Каир его оттуда, как он сказал, сейчас я скажу, как он сказал, вытеснил с ДШНК, да, его никто не вытеснял. По сути, он занимал не свое место. Это все. Так как в этой федерации, в АФББ его уже не существовало, это существовало в другой федерации. А как это возможно, получать деньги от государства, если ты являешься в федерации? Вот тот же самый вопрос я задал министру, да? Вы понимаете, что у вас сейчас работает человек, федерация, которая не аккредитована в Национальном Олимпийском комитете, что аккредитована вот эта федерация, вот, АФББ, а та федерация не аккредитована. А каким образом они получают деньги? Ну, вот, тогда и вот началось все вот это вот, да, и его попросили, и тогда вот уже я пришел на это место и официально уже работал в ДШНК. То есть это вот, вот так оно, как бы так было, да, это про Каира. Потом, господин Маталеев, там озвучилось еще, что ты отдал печать федерации. Именно Калюке отдал печать. Память, видимо, коротка, да? Это я приехал в офис к вам, к Булату. Ты был, юрист был. И вы мне отдавали печать и все документы, именно, как сказать, юридически составляя все документы. Неужели ты не помнишь это, Талаб? Почему сразу вот Калюке отдал? Что касается, опять же, Каира, он никогда не был президентом федерации. То, что он там, его выбрали президентом и почетным президентом, тем более почетным, он никогда не был президентом федерации. Потому что человек, работающий в госструктуре, не имеет права быть, вот, на руководящий, тем более, там, президентом и так далее. Вот. Ну, то, что мы с ним отмывали деньги, он сказал, что Каир и Черкасов отмывали деньги, там. Это он, наверное, о себе, когда он там работал 4 года. Все спортсмены начинали с ихней федерации. Ну, скажу так, что федерация их не открылась, когда, в каком? 2008-2009 году, да? А федерация ФББ, даже наша, республиканская, существует уже с 86-го года, да? Ну, кто с кого начинал, да? Ну, тут даже логически просто подумать, да? Что все оттуда начинали. Да, вот, судейскую категорию, тоже, видите, это уже конец передачи был. Как я понял, и Матальев разошелся, да, и поверил в свои силы, в свои сказки. Там он рассказал, как он получил судью международной категории, да? То, что он сдал, он там, потом, через год его вызвали, что он самый лучший судья. Ребята, сдавал он на чемпионате Азии. И это было при Сергея Васильевича еще Коржове. В федерации нужны были судьи международной категории. Вот. Сначала дали добро только на одного, а уже приехав туда, на чемпионат Азии, ну, как бы, утвердили еще одну кандидатуру международной категории, потому что, ну, от каждой республики, от каждого государства, да, дается определенное число международных судей, да? То есть не может быть там их 10, 15, 20, там, и так далее, да? Тем более Казахстан, мы только-только вошли на эту азиатскую сцену, там, и так далее, да? Ну, и тут как раз был Иматалиев. А должен был Арсланов сдавать на международную категорию. Тут подвернулся вот под руку Иматалиев кого. Ну, Иматалиева посадили, как бы, сдавать. Как они сдали, это знает вся команда, которая была на чемпионате Азии. Ихние протоколы вот так разорвали. И Арсланова, и Иматалиева. Просто разорвали. Вот. Ну, видимо, Сережа тогда подсуетился, и все-таки они получили. Судя международной категории. То есть, это не я один знаю об этом, это знают спортсмены, которые были на чемпионате Азии. Они все это знают. А кто был тогда? Вотчил была, Масюк был, это Ташута, Осейчук. Кто же еще? Нас очень много было, человек 12, наверное, у нас было. В общем, это вот то, что я пока так вспомнил. А, Алиев был резван. Кто-то еще из мальчишек был. Ну, не помню, ладно, не важно. Тогда мы, конечно, поугарали немножко, но ладно. Не важно. Вот. И что еще? Ну, не знаю. Я никого не осуждаю, в принципе. Ни Маталиева, ни Булат Хакимыча. Как господин Маталиев сказал, что у каждого своя правда, это как-то он мне когда-то сказал. Так вот, я скажу, что правда, она одна. А остальное все сказки, ложь и так далее. То есть, каждый под себя подстраивает где-то что-то, да? Вот. В каждом из нас есть свои достоинства и свои недостатки. Своя пуля в голове у каждого. У кого-то она маленькая, у кого-то большая, да? Вот. Вопрос в чемпионат Азии. Вы говорите, что президент федерации обещал дать деньги и не дал, да? Это про Азию? Да, чемпионат Азии. 13-й год. Да, да, да. А как это возможно? Обещать и не дать? Это было просто обещание как личные деньги? Это личные деньги. Это его личные, он же бизнесмен. У него заводы, фабрики, пароходы там и так далее. Это все, да. Но он объяснил, что у него очень плохие дела с бизнесом, и он не может дать этих средств. Вот, все. Тогда, конечно, мы с Сашей сидели, темечка чесались, что делать. Времени очень мало. А заказывать надо. Все же заказывать надо. Медали заказывать. Гостиницу, ну, гостиницу, ладно. Гостиницу, ладно, проплачивать тоже там. Ну, можно было 50% проплатить. Но, опять же, я тебе объясняю, какой момент. То, что давалось на проживание, ну, грубо, давайте скажем, тысячу тенге на проживание давало, а стоило 2,5 тысячи проживания, да, и эти деньги надо было пополнять. То есть, вот, оттуда сумма идет, да. Ладно, аренду проплатили этого дворца спорта, но аренду проплатили. А в аренду сдается тот же дворец спорта, это только стены. А все, что внутри, это дополнительно. То есть, сцена, уборщицы, гримерные. Это отдельно им все приходилось платить за все это. Все. Мы заплатили только за стену, за крышу. Все. За все остальное отдельные платы шли. То есть, на все на это нужны были средства. Ну, и вот. В общем, я поплатился за это. Как бы так. Вот вы главный тренер, потом уголовное дело. Все равно, смотрите, главный тренер – это человек, от которого много что зависит для каждого спортсмена, да. И вы очень важный человек для спортсменов. И после уголовного дела, кто из спортсменов вас поддержал, а кто отвернулся от вас? Давайте я не буду говорить кто. Я скажу в процентах. Процентов 60 отвернулись. Просто спортсмены отвернулись, перестали со мной общаться. Даже есть такие, которые просто удалили меня из своих контактов и так далее. А остальные 40, все были как бы где-то приблизительно так. Да. Вот. Потом, спустя какое-то время, несколько тех же спортсменов или... Ну, насчет представителей. Хотел сказать представителей. Нет. Ни один представитель этих областных федераций, еще таких, да, никто не отвернулся. Наоборот, все поддерживали. Все понимали, все все знали, но никому ничего я не говорил. Как все произошло там и так далее, да. Просто я сказал, ребята, все это... Я говорю, я ни у кого ничего не украл. Все, что я мог сказать. То есть, на тот момент я не мог правду вскрыть, да, как бы вот это вот. Как бы это было. А по сечению какого-то времени, плюс после всего этого уголовного дела, да, все. Ну, пятно осталось. Пятно как бы осталось. И что делать? Пережили, ничего страшного. А по сей день схемы сейчас... Так же на К.Р. Масагутовичу было заведено дело, как на директора, да. Его тоже года три, наверное, трясли, 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 трясли. В итоге был суд, и на суде его полностью оправдали, ничего за ним не нашли, и так далее. Как Булат Хакимич сказал, что нас всех пересажали, и Каира, и меня, и все мы сидели, и так далее. Ну, никого не посадили. Единственное, мне вот условно дали, а Каир Масагутович даже условно не дали. Просто его отстранили от работы, и все. Ну, как бы понимаем после такого громкого дела уже. Есть у вас какие-то обиды на тех, кому вы помогали, и кто от вас отвернулся? Нет. Никакой обиды. Я никогда ни на кого не обижаюсь. Обижаться – это удел девочек. Понимаете, да? То, что я делал, я делал. Я делал, ну, как бы, как сказать, свое дело. Я свои знания, да, вкладывал. И я не сожалею ни о чем. Это его личное решение, да, того же спортсмена, там, или еще у кого, кому что я делал. Это лично его все. Единственное, есть люди, которые, да, больно сделали. Да? Я стараюсь таких людей сразу забыть. Просто забыть, для меня не существуют эти люди, и все. А то, что я для них сделал, ну, это было сделано тогда, в то время. И это надо было делать. Никогда я ни о чем не сожалею. Даже не сожалею о том, что я что-то делал, напрасно я делал, или не напрасно я делал. А я делал, я делал свое дело, и ни о чем не сожалею. Никогда никого не обижаюсь. А есть ли моменты во время вашего руководства, когда вы были главным тренером Республики Казахстан, есть ли какие-то моменты, которые вы бы, не то чтобы сожалеете, а, наверное, которые вы бы сделали по-другому за время работы? Единственный момент, чемпионат Азии, я бы сделал по-другому. Не проводили бы. Лучше провалиться, чем... Я не знал, что так все закончится. Это единственный момент, да. В моей жизни, моей карьере. Может быть, немножко все потом было бы по-другому. Это вот единственный мой шаг был сделан. Но наша страна была готова на тот момент провести такие соревнования или нет? Сложно. Да, можно, почему проводить. Государство финансирует, но... Но если государство финансирует, то этих денег не хватает. Ну, оно финансирует не полной суммой, понимаете, государство. Зачем это проводить? Еще все равно спонсоров надо искать. А проводятся соревнования для чего? Вот такого масштаба. Для популяризации этого вида. То есть государство не дает на это популяризацию. Зачем тогда проводить? Ну, оно не получилось даже популяризации. Дело в том, что сколько бы мы ни проводили здесь, в Казахстане, международных соревнований, зал пустой. Зрителей нет. Как правильно Озерной говорил у вас, что зрители приходят, либо друг, близкие, семьи, болеть за своего спортсмена, там ля-ля-та-па-ля, все. А тут что там у нас с Алматы на Азии выступало, ну, может быть, человек 10 и все. Остальные были, вот, то у нас там, с Тараза были люди, с Рудного приезжали, откуда еще. Ну, короче, со всего Казахстана мы же собрали людей, с Астаны были очень много людей, все. Поэтому зрителей как-то их не было. Никому не хочется смотреть на всех этих азиатов и так далее. Тем более все на английском языке, там, кто-то что-то понимает, тот что-то не понимает. Поэтому, да, это мы говорим, да, популяризировать. И плюс еще руководство, министерство там и так далее, они иногда обязуют проводить такие соревнования. Видимо, потому что министерство финансов на это выделяет деньги и необходимо их потратить. Понимаете, да, ну, это, я так думаю, это с моей колокольни, как бы так. Как вы ушли? Обо всем остальном я ни о чем не жалею. Единственный мой момент в жизни, да. Но как вы оцениваете сейчас работу Федерации уже со стороны? На оценку, вот, вообще, я доволен тем, что я отдал, не, не отдал, я передал Федерацию именно Сереже. Сережа молодец, умница. Мы все прекрасно видим, как он проводит сейчас соревнования. На уровень выше намного. Прямо молодец, вот он к этому полностью отдается, да. Ну, то есть я не ошибся, да. Что касается Республиканской Федерации, ну, тоже видим, Федерация работает, да, все, как бы на месте не стоит, прогрессирует где-то, что-то как-то все. Как работает Калюка, я знаю, поэтому я думаю, что будущего Федерации очень хорошая. А вот решение проводить чемпионаты и Кубки Казахстана по всем городам, как вы это оцениваете? Раньше, если в основном там это была Алмата, Астана, то сейчас каждый год? Ну, это решение принимается на собраниях. Проводится общее собрание Федерации, где присутствуют представители областей. И там решается, где проводятся следующие соревнования, да, тот же Казахстан, тот же Кубок, кто на себя берет эти соревнования. Бывало так, что и на несколько лет вперед уже расписано, а бывало так, что вот полгода и не знаем, где проводить. Поэтому несколько раз проводились соревнования именно в Алмате, потому что никто на себя не берет и Кубок, чемпионаты, и все здесь в Алмате. И представители областей, кто имел возможность, именно финансовую возможность проводить какие-то соревнования Кубок или Казахстан у себя, в своей области, они на себя и берут проведение этих соревнований. Но это положительно для бодибилдинга или не очень? Потому что соревнования в Алматы, к примеру, не буду точной цифрой говорить, проходят там участников 300 в Уральске, в Аккубе еще меньше. В Алмату все с удовольствием едут. Получается, может, в Таймсе это делается для популяризации вида спорта, но в такие отдаленные и неразвитые города приезжают намного меньше. В других областях тоже надо его популяризировать. Причем там на соревнованиях вообще бесплатно все ходят, у нас еще билеты покупают. Люди идут, и мест не хватает. А там бесплатно и залы неполные. Ну, поэтому, да, им тоже хочется как-то у себя немножечко провести это все. А не тянет ли вас обратно по работе в Федерации? Честно. Честно, тянет. Тянет поработать, конечно, потому что столько лет я отдал этому всему. Все-все знаю, все как-то. Ну, и в то же время понимаю, что это уже удел молодых, когда, как говорят, да, уступать дорогу надо, да, молодежи. Так-то иногда звонят, что-то спрашивают, там, ну, где-то консультирую, где-то говорю. Сейчас в последнее время уже все, ну, освоились, там, и тот же Сережа, тот же Саша уже все, как бы, да. Ну, Саша-то, он у меня никогда ничего не спрашивал. Мы, насколько все помнят, мы с ним всегда спорили, всегда ругались. Но, тем не менее, работали, это и есть работа, понимаете. Но вы спорили, ругались, но отношения у вас были... Нет, отношения у нас всегда были хорошие. Мы никогда не ссорились, нет. Мы выясняли... Ну, как бы он свою правду выяснил, я свою. То есть мы у каждого свое видение, да. И на этой почве у нас немножечко возникали вот такие споры, да. А со стороны это казалось, как будто мы ругаемся. А мы отстаивали, каждый отстаивал свою точку зрения, видения на то, что надо делать. Понимаете, вот. Как-то так, да. А чем вы занимались после 2019 года? У меня был свой клуб «Реактор». Работал в своем удовольствии в этом клубе. А сейчас? Сейчас, к сожалению, он закрылся. После пандемии мы не вытащили его. Очень многим аренда на пандемии простилась, а нам не простилась. Нам пришлось все выплачивать. Опять же занимать, продавать свое имущество. Как мы помним, там потом на месяц открыли, на полтора потом опять закрыли. А месяц, который мы открыли, работали бесплатно, так как все уже до этого, до закрытия на пандемии, все оплатили. Пришли бесплатно, отзанимались. На полтора месяца закрылись. За этот месяц надо аренду опять платить, заработную плату, коммунальную и так далее. После этого открылись немножко, тащили, тащили, тащили. И чувствую, что все, мы за болото засасываются. А чем сейчас занимаетесь? Закрылись. Сейчас, ну, пытаемся, ищем помещение. И слегка подрабатываю тренером. Нравится вам работать? Как бы, да. Я кайфую от этой работы. Готовите сейчас спортсменов? Нет. Не готовлю. Консультирую, да. Могу проконсультировать. Позирую сейчас с несколькими спортсменами. Просто, ну, как бы, не то, что они просят, но я знаю, что им надо, да. Я приезжаю с ними, сейчас позирую, как бы, вот, на весну готовят, что-то консультирую в тех же упражнениях, комплексах, где-то корректирую и так далее. Но не готовлю, нет. Не хотите? Нет. Почему? Это, как сказать, это немножко ответственный шаг, да, готовить спортсмена. Дело в том, что это не месяц-два, это годы. Чтобы подготовить спортсмена, два-три года как минимум надо, а то и четыре, чтобы его выставить. Да, спортсмен, который приходит и хочет выступить, он хочет, вот, позанимался полгода, ну, годик и уже вышел на подиум, но для тренера хочется, чтобы его ученик вышел и хотя бы оказался в призерах. Ну, на чемпиона все, конечно, метят, да, но хотя бы в троечку, чтобы обязательно залез. Поэтому это труд, это очень большой труд даже тренера, хотя о тренерах все забывают. Вот, вот, очень даже сейчас плохо то, что не поширяют тренеров во время соревнований. Если, помнишь, не помнишь, когда я проводил соревнования, каждый тренер чемпиона получал медаль чемпиона. Еще, я специально заказывал тренерам, да. Приятно, ну, хоть как-то что-то отметить именно тренера, что именно он его подготовил. Сейчас нету такого, да. Вот, а так у тренера очень труд тяжелый, да, готовить спортсмена. Я немало чемпионов подготовил в свое время, когда сам занимался еще, сам выступал, готовил все, потом еще после этого, да. Очень многие просто меня писали тренером. Уже когда я закончил свою карьеру, многие спортсмены меня просто писали тренером. Сначала напишут, потом спросят, можно мы вас запишем тренером? Для чего они это делали, я не знаю, может быть, это было им приятно, может быть, они думали, что если озвучатся сцены, что я их тренер как-то на ступеньку выше, они будут, ну, в общем, не знаю. Самого своего любимого ученика можете назвать? Самый любимый ученик? Да, самый достойный. Да, сложно сказать. Все значит любимый. Я их всех люблю, как бы там ни было. Для меня все одинаковые, да, все, как бы, ну, ну, самый достойный, самый, скажем, сложно. Наверное, Елена Попова такая была, если помните, она в бодибилдинге выступала. Хорошая девочка была, она легкая атлетка, вот. Такая грациозная, она, у нее когда произвольная программа была, она как кошка такая, красивая. Вот. Почему я ее отметил, потому что никогда не спорила со мной. Всегда делала то, что говорю, то и делает все. Проблем никаких с ней никогда не было, да. Ну, в этом плане, наверное, как-то так. А так я всех одинаково люблю. Помню, люблю и скучаю по всем. Что пожелаете нашим зрителям? Самое главное, основное, это оставаться самим собой. И, наверное, заниматься спортом, спортом, не бросать его, как я бросил. 18 лет железа в руки не беру, сожалею об этом до сих пор и никак начать не могу. Не делайте перерывов, занимайтесь, занимайтесь. Бросили выступать, все равно занимайтесь, ребята. И не меняйте свой имидж, всегда оставайтесь такими, какие вы есть. Ну и в конце программы у меня БЛИЦ-опрос. Вы человек ранимый? Да. Чего вы боитесь больше всего? Сырости. О чем вы сожалеете больше всего? Да нет таких моментов у меня в жизни. С чем связана ваша самая большая душевная рана? Душевных ран было много и по молодости. Все мы это прекрасно знаем, все мы когда-то влюбляемся. Одна самая запоминающаяся. Наверное, первая любовь. Это самая ранимая была. Рана в душу, да. Вы человек злопамятный? Нет. Умейте прощать людей? Да. Конечно, да. А есть вещи, которые вы никогда не простите? Конечно, есть. Что вы никогда не простите? Предательство. Когда друг тебя предает, этого простить нельзя. А свои ошибки умеете признавать? Да. В первую очередь. Просить прощения? Да. Что вас больше всего раздражает в людях? В людях? Вранье. А вы часто врете? Приходится. Во благо? Приходится во благо очень редко. Даже, не знаю, нет, не буду признаваться. Хотел было признаться. Ваша самая главная победа в жизни? Главная победа – это то, что я правильно и грамотно воспитал своих детей. Я их очень люблю. Вы счастливы? Ну, скажу, что да. Но не всегда. А что для вас счастье? Что для вас быть счастливым? Быть счастливым? Быть счастливым – это когда твои близкие, родные живы-здоровы и тебя любят. Всегда рядом с тобой. И собаки в том числе. Вы счастливы не всегда. Почему? Себя виню. Ну, сейчас знаю, что когда-то сделал что-то неправильно. Я не то, что виню себя. Я… Ну, как и все люди, мы прави ошибаться, и боги ошибаются. И человек тем более, да. Где ты что-то делаешь не так, ну, главное вовремя это признать, и у тебя дальше пойдет все хорошо. Если ты этого не признаешь, то что ты в чем-то неправ. У тебя все стоит на месте. Ну, мы прекрасно это знаем, да, если в каком-то направлении ты идешь, то… Спасибо, что пришли ко мне на программу. Пожалуйста, и вам спасибо за вашу программу. Спасибо, что мы ее провели. Спасибо. Отлично. Продолжение следует...